есть всем привет друзья сегодня у меня предрождественская рыбалка нахожусь я на речке рпень буду искать сегодня щуку направление у нас будет джиг и чуть-чуть твичинга посмотрим что у нас получится не тянем время поехали начнем 4 граммов вода упала вода мутная на часах уже почти 9 поставим сначала такой цвет вот так вот 4 грамма хорошо полетела глубина здесь небольшая мы будем прям волочить походу я на этом месте но на речке этой в этих местах нахожусь уже четвертый это или пятый раз так что сравнительно уже знаю рельеф здесь где зацепы вот в некоторых местах мы будем использовать овседный крючок в некоторых открытый что могу сказать ну не цеплялась ничего все пойдемте дальше первые забросы у нас сделаны промочили уже спиннинг это хорошо вот здесь вот какая-то какая-то мучкула сбрасываешься сбрасывается мутная вода прямо найдет нас города на ну пойдем сейчас туда дальше за мост за мост пойдем и посмотрим как оно там будет заставиваться я не буду хочу больше ходить больше ходить больше пройти потому что время как всегда поджимает ветер против течения мы сейчас находимся на набережной быстро ее пройдем по обкидываем точки на которых я ловил и какие по моему мнению перспективны здесь зацепа вроде раньше не было но вода упала сильно сейчас мы совседным побросаем там поставлю чисто такой щучий щучий силикон есть у меня большой использовать приманки сегодня буду не маленькие я же говорю ищем щуку не возьмет значит не возьмет что сделаешь ветер поддувает хороший на надеюсь там мы дальше спрячемся там будет такой изгиб коробочки сегодня немного всего я взял я даже не брал пачки резины щучий силикон или возможны от китыч поставим вот такой изи шайнер на на его лучше поставить такой хороший но тоже есть неплохие вот есть неплохая именно то что любит щучка не будем пока пойдем дальше может все таки не но на хорошо играет хорошо грузик маленький небольшой что-то что-то должно нам повезти интересно человек на микроху ловит по такому ветру на микроху ловить наверно будет опрометчиво так вот здесь интересное местечко тут мелко да мелко измель этот участок и интересно вот уже почти весь потаял идет до щучка или нет а под бурили до голавлик по-моему да или чё это ух какой но приятно да надо ну что поехали сошла крупно и там на измеле да у меня так а удар там один было все что-то хорошая влупила под лед пошло а что-то борется до но 417 палку гнет это значит хорошая что-то не пойму что это только у меня все данный крючок подбурить не должен был так что если взяло то что-то в рот взяла что неужели подбурил по ходу подбурил на но если овседным я не сильно его подбурил натянул но это печально если подбурил я думал что-то в рот взял там я думаю ки ложка может полтора побольше 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 там что-то такое хорошее карп да по-моему да да она найдет да не толстолоб да по-моему да тянет борется 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 толстолоб толстолоб да он за хвостю небольшой приятно да первая рыбешка мы в этом году надо ну да и овседным крючком он же костлявый домой убрать наверно смысла нету хорошее на лучшее давайте ну на шоке ложка есть 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 отлично спасибо большое а не за что помогли оба вот а он сошел бы если бы натяжку сбросил бы сошел бы ну вот такой хорошенький здесь ну как есть успехи крупный здравствуйте вот так ну да ну да у меня один удар и один толстолобик а заболел ну да он нормальный ну где-то полтора килограмма я тоже карпика на 2400 здесь да 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 я так надеялся что что-то крупное он как дал туда подо льдом начал водить а я его за хвост да я так обрадовался думаю что-то взял так у меня крючок овсетник я даже не надеялся что забагрю кого-то у меня что ли тут а где тот поймал и вот там подо льдом вот там вот где коряга видите вот а да вот туда бросил только забросил два матка бах есть а парень тоже втроем вчера подошли к угу вот такую вот такую лыжку там у меня такая у него там килограмм пять-шесть ну да наверное а я тоже его подвел и чуть-чуть ослабил оно сразу крючок и выпал то есть под натяжкой держал ну сейчас попробуем здесь ну давай вот так вот сейчас протянем вдоль есть взяла сошла отвалилась 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 родимая не просек надо затянем фрикцион и тут поправим ну поклевка была и хорошая была давайте еще повторим в то же место вот такого мы сейчас поставили изи шайнера от китэч 4 грамма ну вот здесь вот подмали вот сюда кинем вот сюда Чутрово там. Все освободили от травы. Так, ну вот сейчас вот туда пройдем дальше и возможно надо будет возвращаться, попробивать участки где были поклевки, уделить им больше внимания. Вот здесь, вот что-то здесь 100% должно быть, ну гадко, сейчас мы на гадку встанем, там не очень удобно будет. Ну, значит без гадки обойдемся, вот такой поворот, речка она такая, с изгибами. Нету, надо идти дальше или назад возвращаться. Так, возвращаюсь назад, прошлись мы ниже по течению, был у нас там один сход и все. Сейчас возвращаюсь на эти места. Посмотрим, может щучка там подошла. В общем, буду пробовать сейчас дальше. И будем смещаться уже в сторону машины. Домой двигать уже будем. Ну как, было что-то? А? Было что-то? У меня тоже ничего. Перебираю эти приманки, а что-то нет результата. Ну да, это такие по окуню. Да, и что-то все. Не даете, да? Конечно. Спасибо. Я села плавлю весной. Купил микроволновку, купил силикон силик. Купил формы, купил, ну короче все, красители и блестки. Но не ловится рыба, да? Женька говорит, ну бля, детский сад, старшая группа. А я сижу там и плавлю. Не, ловю, я же на нее все время и ловил. Но они похожи, знаете, как паук у нее, если у Лаки Джон есть такая. Это же Лаки Джон Тиога, только два дюйма. Да, да, да. Я специально взял, я рыбачил на ультралайт, раньше, бля, 7 назад, что-то начало. Это я купил такие джавасти, купил формы. Спасибо. Вот у меня вот есть такая, точно такая, как вы мне дали. Я понял, это же это свингемпак. А, вот это же самое. А, вот это же самое. Да, 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 да. Ну силикончик, конечно, мягче, чуть-чуть. Там чуть-чуть жестче. Ну, она играет, в принципе. Ага. Спасибо. Подожди, джавасти. Покажи. Чуть-чуть разумнее. Так, покруто. Вот это магазинный. Так, это 2,4 дюйма. Покрупнее. Что тебе куда-то покупал. Это фигню-то начинал плавить. О, тут даже есть. О, тут даже есть. О, тут даже есть. О, тут даже есть. О, это поларисы, полярисы, да? Ну, типа да. О, тут даже есть. На, туда и туда. Ну, спасибо. Все, вы домой, да? Спасибо. Да, хорошо. Три часа, наверное, туда и туда. Друзья, подвожу итог сегодняшней рыбалки. Рыбалка была насыщенная, хоть она была и короткая, но рыбку я поймал. Пускай не честно, но, но было круто. Да, как он потянул, я вот сейчас вспоминаю, это было классно. Это первая рыбка в этом году. До этого что-то я еще ничего не ловил, но это было классно. Обидный был сход щучки, но туда и дорогу пускай подрастает. Были еще поклевки, были еще там зацепчики. Подбуривал я тоже там каких-то рыбешек, чешую доставал. И не один раз нашел интересное место с глубиной. Вот простучал это дно, я на нем застопорился так. Отметил для себя, что там можно половить. Но погода меняется сейчас, и это видно. Это видно, что рыбка была активнее, а сейчас она уже как бы сбавила обороты. Потому что, потому что сегодня обещают минус. А эти перепады погоды на рыбу влияют очень плохо. Но в целом вы видели все сами. Спиннер поработал отлично, рыбу вязал хорошо. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До встречи на водоемах. Всем пока.